Всем привет! С вами Алексей. 20 километров от Харькова, Украина. Конец мая и наступает, наверное, одно из самых лучших времен у фундуководов. Сейчас покажу почему. Потому что мы начинаем замечать некоторые вещи. Заморозки, уже не будет заморозков. Теперь наши главные враги останутся. Это болезни и вредители. Если они нас не победят, вот это сорт шедевр. Посмотрите, какой лист. Такой же чистый, прекрасный лист должен быть у вас. Спасибо обработкам. А вот и наши товарищи на шедевре. Это завязи орешков. Они немножко прячутся, но они есть. Как видим, где-то в районе 20 мая они уже начинают появляться. Сорт ранний. И, как видим, завязи много. Значит, и ореха будет много. Идем дальше. Так, сорт анаклеури. Первый год. Хочет дать мне орех. Видите, какая крупная зависть. Однозначно ранний сорт. Даже крупнее, чем у шедевра. Ждем результаты сорта анаклеури. Сорт серебристый. То же самое. Первый год буду. Первый год. Орех у меня есть. Я уже видел. Пробовал великолепнейший орех. Но именно свои у меня будут первый год. Сорт галли. Из кустиков, не маточника, а именно из кустиков оставил себе всего один. Весь усыпан. Они еще маленькие. Он более поздний сорт. Орех пока еще мелкий. Более завязи более мелкие. Сам орех очень крупный на самом деле. И достаточно вкусный. Все хорошо. Ждем, как всегда, результатов. Сорт каталонский. Молодой куст. С меня ростом, значит, в районе метр семьдесят пять. Он достаточно молодой. Тоже мои саженцы, естественно. Есть у него орешки и завязи. Не так много. Но они есть. Для такого молодого растения тоже второй год. Он уже давал плоды. Как по развитию, так и по ореху. Вообще у меня к этому сорту никаких вопросов. Я считаю, что он проходит испытания достаточно хорошо. На закрытых и полузакрытых участках при хорошем должном уходе показывает себя у меня хорошо. Тонда. Тонды у меня немного. Пока вот этот более взрослый куст, он постоянно подрезался. Это молодой куст, дал прекрасные результаты. Отводки будут и там, и там. Но здесь немного кустов. Но что меня порадовало, что молодой куст, есть завязи. Вот они. Есть орех. Что на более взрослом. Вот А4 от посадки. Я же говорю, зарезался, естественно. Урожай не давал. Сейчас завязи есть. И завязей как бы немало, скажем так. Очень-очень жду с нетерпением Тонду. Очень жду. Первый год будет. Очень жду. По Тонде Диджифоне, кстати, при хорошем уходе. Великолепное развитие. И возможно, как у меня в молодом возрасте, получать урожай. Все возможно. При моем уходе, я неоднократно о нем рассказывал. Вы знаете, все замечательно. Пирожок, Лозовской. Ну, у меня же много других сортов. Особенно Боровской очень хорошо заложили. Опять Лозовской, Боровской опять хорошо заложили урожай. В общем, в основном по всем сортам ситуация закладки урожая в этом году просто замечательная. Теперь наша задача его сохранить, не потерять, не приумножить, к сожалению, но хотя бы не потерять. Ну и напоследок на закуску трапезунт. Трапезунт. Орех не является целью. Здесь это как полуматочник идет. То есть, и орех получается, и отводки. Очень много сил у растений уходит на отводков. И тем не менее, он сформировал. Посмотрите, какой замечательный, великолепный штамп. И как в прошлом году, по-моему, 1,7 килограмма я с него снял. Было видео, не помню уже, честно говоря. И так же, как и в прошлом году, закладка урожая великолепная. Смотрим, поднимаем. И завязи, 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 завязи. И, естественно, я вам обязательно покажу, когда уже будут орехи. Это вообще самое замечательное видео всегда. Пробежимся по сортам, смотря каким будет доступ. Ну вот, показываю сейчас пока то, к чему есть доступ. Итак, ситуация понятна, все замечательно. По листу надо смотреть. Если появляются всякие покоричневения, отсяточки, пора обрабатывать. Обрабатывать уже надо было неоднократно. Особенно касается молодых растений. Потому что, к сожалению, болячки не спят. Но это вы все лучше меня знаете, прекрасно. У кого орех, там уже долгоносик. Надо обязательно добавлять. В любом случае, даже не от долгоносика, а актору добавлять. Конфидор Макси добавлять. Сейчас он... Конфидор, это сейчас Прованта Макси. Прованта Макси обязательно. То есть баковая смесь. Хорус, актора, скорб, Прованта Макси. Или их аналоги. Все. И опрыскиваем. Все будет хорошо. Весеннее опрыскивание самое главное. Ну, напоследок, на закусочку. Давайте посмотрим. Альба. Весна, к сожалению, затяжная. Урожая, ну, скажем так, уже должна доходить ягода, уже поспевать в открытом грунте Харьковской области. Ну, пока еще, ну вот, белеем, что-то там. Пока белеем, ждем. Ждем. 24-е. Ждем. То есть у меня ягода в конце месяца всегда уже была. Ну, при нормальной весне это числах... Значит, 27-го была уже черешня Валерий Чкал. Тоже еще не спешит. И вот такая вот земляника садовая. Она же клубника, как ее называют, сорт Альба. Очень ранняя. У меня получается вкусная. Всем рекомендую. Ну что, всем спасибо огромное, кто смотрел, уделил внимания. Надеюсь, я подарил вам немножко позитивных эмоций. Особенно это касается фундуководов. Я очень на это надеюсь. Ну, и опять же, лайк кому понравилось. Кому очень понравилось, поделитесь, пожалуйста, этим видео. Там внизу есть строчечка поделиться. Поделитесь с друзьями. Пусть тоже посмотрят это видео обязательно. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишем в комментариях. Потому что в Ютубе в комментариях я стараюсь отвечать в первую очередь. Все. Извините за задержку. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Напишите обязательно, как у вас с развитием. С завязями молодых орешков. Может, кто-то подмерз, пострадал. У меня из, ну, более-менее взрослых растений не пострадал никто. Все. Всем спасибо огромное, кто смотрел. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok